Марина Серова. Все продается и покупается. Глава первая. Снега едва хватало, чтобы присыпать впадинки на вскопанных клумбах в скверах и парках, прикрыть следы человеческих ног и собачьих лап, впечатавшихся в грязь и замерзших с ней до весны. Холод быстро утомил всех. Не успевшие привыкнуть к нему люди старались меньше бывать на улице и, как всегда, с интересом слушали сводки погоды, ожидая снегопада и потепления. Снегопад случился вечером пятницы и нагрянул, как стихийное бедствие. Во второй половине дня небо затянуло плотными облаками, ветер стих и с наступившей темнотой пал на город снег. Он валил настолько густо и такими крупными сухими хлопьями, что мешал дышать и смотреть. И идти по нему было трудно, как по глубокому сыпучему песку. Двое мальчишек, из тех, которым все ни почем, а уж снегопад-то просто мелочь какая-то, забава и не более, субботним вечером встретились для того, чтобы совершить поход в окрестности рукотворной резиновой горы и посмотреть, как там. Не сдвинуты ли ветром или каким неведомым врагом пласты автопокрышек, не нарушены ли ходы в их толще, с большим старанием, проложенные заранее в ожидании зимы и снега. После снегопада они превратятся в пещеры, скрытые от глаз людских, никому неведомые, кроме их хозяев. Нет, что бы ни говорили родители, а житье на краю города все-таки имеет свои преимущества. — Антоха, привет! — Сам привет. Я уж знаешь, сколько тебя тут дожидаюсь. И впрямь Антоха напоминал снеговика. Столько снега налипло на его куртке и брюках, натянутых штанинами на валенке. Валялся Антоха от нечего делать, дожидаясь друга. Да разве устоишь перед тем, чтобы не окунуться с головой в пушистые сугробы, невиданные с прошлого года? Фонарь не забыл? Вовк, стянув рукавицу, достал из-за пазухи круглый, блестящий и длинный фонарик с фары пошире ладони взрослого человека. Включил его, приставив к подбородку, и оскалился. — Взял! Его лицо, освещенное снизу, привиделась маской из фильма «Ужастика». Из-за него и опоздал. Отец в сарай ходил да задержался. Искал чё-то. Пошли. Ребята двинулись по окраинной улице, временами аж по колени увязая в снегу и забавляясь за весы идущего снега, которая в луче фонаря оказалась ещё плотнее. — Во, сыпет! Может, не пойдём сегодня? — предложил быстро упыхавшийся Вовка. — Да теплиц-то ещё топать и топать, всё по полю! — Нет, давай как решили. Ты что, вспомни, как летом на великах за минуту до тут доезжали? — Да кто летом? — Не дрейфь! Антон, развернувшись, хлопнул Вовку по спине, да так, что тот споткнулся и едва не рухнул плашмя на дорогу. — Сейчас разогреемся, жарко будет! — остановил Антон миролюбивым тоном и жестом, готового в отместку броситься на него Вовку. — А когда идём и залезем в главную галерею, отдохнём и покурим. У меня есть сигареты с собой. Это окончательно решило дело и уничтожило все Вовкины сомнения. — А спички? — спросил он. — И то только для того, чтобы оставить за собой последнее слово. Вместо ответа Антоха хлопнул себя по боку. Заборы кончились, и мальчишки вышли в поле к просёлочной дороге, вконец разбитой ещё с осени колёсами грузовиков. Ветерок здесь чувствовался основательней, милой и глубокая колея, до краёв засыпанная снегом, при каждом неосторожном шаге било мёрзлыми кочками по подошвам подшитых валенок. Ребята попробовали выключить фонарь и идти без света. Тьмы не было, не то что осенью, бело кругом, но и жутковато. Едва попривыкли глаза, стало казаться, что от города они, хотя вот он, обернись только, за тысячу миль, и дорога, по которой идут, ведёт в никуда, и что ни найти их теперь, ни спасти никому на свете. Первым проняло Антона. — А ну её, Вовк! — махнул он рукой, стараясь придать своему голосу бесшабашность, как у героя вестерна. — Давай, включай свою фару, а то камни под ноги лезут. — Давай, — согласился тот. — Далеко ещё? Впереди, как из тридевятого, но недоброго царства, глухо доносился редкий собачий лай с басовитыми подвываниями. Идти оставалось совсем недалеко. Замело Тарасов. Замело за сутки так, что встал транспорт, и старушки в очередной раз стали поговаривать о близящемся конце света и втором пришествии. Хорошо ещё, что произошло это под выходные, и многие дела можно было отложить на потом, перенести на более благоприятное в погодном отношении время. Только крайняя необходимость могла погнать из дома в такую погоду. Даже псы жались по подворотням, подъездам и другим своим укромным углам. Безлюдно на улице. Одна я из природного видноупрямства пробиралась, увязая в сугробах поставшие труднопроходимой улицы, пряча лицо за широким воротником. В самом деле, не менять же планы из-за какого-то снегопада, пусть даже сильного, первого и долгожданного. Даже то обстоятельство, что передвигаться приходится пешком, не смогло заставить меня позвонить Анохиной извиниться и остаться дома. Хотя, если по правде, на улицу меня выгнало одиночество. Безрадостная перспектива на весь вечер остаться одной в четырёх стенах, в той особенной тоскливой тишине, которую не разрушить никакими теле- и радиоприёмниками, не скрасить книгами и игровыми сражениями в личном компьютерном казино. Стараясь не спешить, я пробиралась вперёд под фонарями, любуясь снегопадом. Во всяком неудобстве надо стараться находить что-то, если неприятное, то, во всяком случае, красивое. Иначе останется только одно – раздражаться попусту. Снежные хлопья, медленно кружась, плыли в неподвижном воздухе. Их было так много, что казалось, они вплотную нанизаны на невидимые ниточки, перепутанные между собой, словно людские судьбы. Если бы не Анохина, сидеть бы мне в четырёх стенах и любоваться всем этим великолепным безобразием с высоты шестого этажа через замёрзшие и залепленные снегом окна. Алла примчалась вчера днём, накануне снегопада, чудом застав меня дома и едва не высадила бронированную дверь квартиры. «Таня, я погибла», – сообщила она, когда я, возмущённая стуком и трезвоном, распахнула перед ней дверь, готовая взорваться хозяйским негодованием. Впечатление погибшей она, раскрасневшаяся в расстёгнутой куртке и выбившемся из-под воротника шарфе, не производила. Ей больше подошёл бы имидж победительницы в штурме автобуса в час пик. Алла взмахнула портфелем, отодвинула меня им в сторону, ввалилась в прихожую и, усевшись на краешек столика под зеркалом, продемонстрировала округлившиеся глаза под слегка запотевшими стёклами очков. «Погибла», – повторила она, для убедительности кивая головой на каждом слоге. Я ухватила её за рукав и поволокла на кухню, воскрешать горячим чаем и сигаретами. Алла размотала шарф, бросила его на стол, взяла фаянсовую кружку с чаем, поднесла её ко рту и поперхнулась. Её рука дрожала. И я вдруг поверила, что дело очевидное действительно нешуточное. «Только что у меня спёрли диктофон», – проговорила она между двумя глотками, поставила чашку и, подняв очки на лоб, сжала виски ладонями. «А на нём интервью с самим мэром!» «Ой, Танюха, пропала моя головушка!» Пришлось даже прикрикнуть на неё, чтобы добиться более толкового рассказа, и через пять минут я была в курсе случившегося. После пресс-конференции в мэрии, где Анохина присутствовала как репортер местного телевидения, она, головушка садовая, возвращаясь в редакцию, попутно завернула на рынок, чтобы не тратить на него потом времени. Расплачиваясь за каким-то прилавком, положила мешавшийся в сумочке диктофон рядом с весами.